МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В начале выпуска коротко о главном. В Караганде родилась тройня. Конечно, рада. Получилось ничего, что нам Бог дал, то и взяли. Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков продолжает знакомиться с веренным ему регионом. Он посетил с рабочей поездкой Каражал. Сегодняшний день. Приятие стеменов. Геннадий Головкин отправил в нокаут Марку Антонио Рубио уже во втором раунде. На выходных прошла традиционная ярмарка Аул Береке. На первой в этом году осенней сельскохозяйственной ярмарке было реализовано более 600 тонн продукции из 8 районов, в том числе 53 тонны мяса, 250 тысяч штук яиц, 17 тонн молочной продукции, 320 тонн картофеля и 100 тонн овощей. Также продукции перерабатывающих предприятий Караганды. Был замечательный солнечный день, как будто по заказу. На ярмарке Аул Береке был представлен широкий ассортимент товаров. Оценивать и покупать этот товар пришли тысячи горожан. Продукция, которая здесь представлена, она продается по цене на 10-15, а по овощной продукции до 30% ниже, чем в супермаркетах. В супермаркетах продается аналогичная продукция. Кроме этого, хотелось бы отметить, что это именно продукция местных товаропроизводителей. И в этом отношении возможность напрямую реализовывать свою продукцию без посредников. Для сельхозтоваропроизводителей, особенно в этот осенний период, это очень тоже хорошее подспорье. Для покупателей и продавцов был организован концерт. Веселые герои мультфильмов развлекали детей. Самое главное на ярмарке – это довольные продавцы и покупатели. Мадина Дюсембина выставила на прилавок различные молочные продукты. Мы постарались удовлетворить практически все запросы городских жителей. Молоко, сметана, масло, кумыс, мясо – это самый неполный перечень продуктов от сельчан. Людской поток не прекращался весь день. Многие жаловались, что так быстро кончается товар. На ярмарку многие люди пришли с тележками. А кто без тележек, таскали мешки на себе. Своя ноша не тянет. Ярмарку организовали молодцы, хорошо. И дешевле все везде намного. Да, картошку, мясо взяли. Сейчас еще капусту надо, морковку взять. Ярмарка дает возможность экономить свой бюджет горожанам. А сельчанам – хорошую прибыль. Следующие ярмарки Аулбереке пройдут 25 октября, 8 ноября, а также 13 декабря, в канун Дня независимости Казахстана. Кроме того, в Караганде будут проходить уже ставшие привычными еженедельные ярмарки. На юго-востоке, возле магазина «Турист», в центре города у магазина «Юбилейный», при Шахтинске, рядом с торговым домом «Урталык». Сортировки в районе магазина «Феникс» и в Майкудуке возле коммунального рынка «Гасар». В Караганде троих сотрудников Дворца культуры горняков незаконно уволили с работы. По словам работников, написать заявление их принудили. Ну а в последние дни им даже запретили переступать порог Дворца. В чем же причина, попытались узнать наши журналисты. Ельмира Оренбаева работала во Дворце горняков два года. За это время ни выговоров, ни замечаний в ее адрес не было. Всегда выполняла свою работу добросовестно. Конфликт между руководством Дворца с работниками начался после организации одного из концертов звезды казахстанской эстрады Гульнор Оразенбетовой. Тогда организацией занималась группа из числа сотрудников ДК, в том числе и Ельмира Оренбаева. Концерт проходил как благотворительный, так как организовали в канун праздника Курбанайт, говорит девушка. После оказалось, что за все затраты концерта в ответе Эльмира Оренбаева и ее коллега. Позже виновность работников Дворца доказали в суде. Следом послужил еще один повод для увольнения. Правда, в чем же истинная причина на этот раз, они не знают. Если бы мы причиняли вред имуществу, недобросовестно выполняли свои обязанности. Лично я постоянно занималась организацией концертов. Собирала публику. Сейчас уровень уже не тот. На эти концерты никто не ходит. Постоянно я не могла молчать о проблемах. Вот почему со мной так поступили. Пострадала в этой ситуации не только Эльмира Оренбаева. Заведующий автотранспортным цехом Серик Садыков. Еще совсем недавно они занимали хорошие должности. И вот запутанная ситуация. По словам работников Дворца, написать заявление об уходе их принудили. Сами они не хотели уходить. Нам 6-го числа директор сказал, что надо написать заявление об уходе по собственному желанию. Мы написали. А с 13-го числа нас дальше порог Дворца не пускают. До сих пор не можем понять, за что. Поданные заявления об уходе работниками ДК были удовлетворены руководством. Есть заявление, соответственно, и приказ отметили в Управлении культуры. В течение длительного времени весь коллектив ДК подавали жалобы на них. Эти жалобы создавались в комиссии, и комиссия тщательно проверяла. Результатом всего этого непонимания с коллективом руководства ДК вылезло в то, что они изъявили желание уволиться. Сотрудники Дворца культуры намерены и дальше отстаивать свои права. Тем более, что Эльмира Урымбаева беременна, и через два месяца ей уходить в декретный отпуск. А вот как все дальше будет развиваться, покажет время. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Необходимо шире использовать имеющийся потенциал. Аким области Нурмухамбет Абдибеков побывал с рабочей поездкой в городе Каражали. Следует отметить, что этот регион является уникальным по разведанным, подсчитанным и утвержденным запасам полезных ископаемых. Причем по Марганцу это вторая по своим масштабам сырьевая база в странах СНГ и единственная в Казахстане. И потому не случайно первым объектом посещения стала шахта Западный Каражал, крупнейшее предприятие по добыче железно-марганцевых руд. Нурмухамбет Абдибеков совершил спуск в шахту и осмотрел дробильный комплекс перегрузочного узла «Горизонта плюс 44», введенный в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой акционерным обществом «Арселор Миттл Тимиртау». Этот проект был реализован в целях выполнения убывающих мощностей по шахте, и он позволит довести добычу руды до 2 миллионов тонн в год. Были завершены ворно-пандематные работы по нарезке нового «Горизонта» для продолжения добычи железно-марганцевых руд и 74-го «Горизонта». Это дает перспективу на ближайшие 10-12 лет стабильной работы. Запасы метрового сторожения позволяют и дальше. Но на эту работу, я думаю, что в миллион 50-60 лет здесь есть приятные перспективы. Развитие массовых видов спорта, пропаганда здорового образа жизни – это одна из задач, которые ставит президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев перед местными органами власти. И эту задачу успешно решает спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва, ставшая следующим объектом посещения. Глава области осмотрел футбольный манеж, тренажерный зал, зал для борьбы с покрытием татами, интересовался спортивными достижениями воспитанников школы. Затем глава региона осмотрел дом номер 33 в 12-м квартале города Каражала, реконструкция которого ведется в рамках программы развития многородов. В доме имеется 30 квартир общей жилой площадью более 1200 квадратных метров. Сметная стоимость реконструкции – более 87 миллионов тенге. А сдача жилья в эксплуатацию планируется на ноябрь текущего года. Нурмухаммед Абдебегов поручил Акиму Каражала держать на контроле качество ремонтных работ и обеспечить их завершение в установленные сроки. В цех по производству замороженных полуфабрикатов индивидуальной предпринимательницы Аманжоловой, где побывал Аким области, одно из предприятий малого и среднего бизнеса, действующих в Каражале. Предпринимательница рассказала главе региона, что по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» она получила грант в размере 3 миллионов тенге и теперь успешно развивает свое дело, обеспечивая горожан своей продукцией. Рабочая поездка продолжилась в поселке Жайрем, где Аким области осмотрел рудник Ушкатын, ознакомился с производственной деятельностью горно-транспортного цеха и других подразделений Жаремского горно-обогатительного комбината. По итогам поездки Нурмухаммед Абдебегов отметил, что в Каражале и поселке Жайрем в целом наблюдается определенная динамика социально-экономического развития. В то же время необходимо шире использовать имеющийся потенциал для повышения качества жизни населения. Монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это Ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система Стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пятькамер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. В областном Акимате подведены итоги осеннего месячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению городов и населенных пунктов. Участниками месячника убрано свыше 21 тысячи гектаров территории. Ликвидировано 575 несанкционированных свалок. С итогами месячника по санитарной очистке и благоустройству городов ознакомил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Сергей Касимов. На период месячника в городах и районах в благоустроительных работах приняло участие более 230 тысяч человек. Свыше 10 тысяч предприятий, организаций, учебных заведений. Привлечено более тысячи единиц специализированной техники. Участниками месячника убрано свыше 21 тысячи гектаров территории населенных пунктов. Ликвидировано 575 несанкционированных свалок. Установлено 644 контейнера для сбора твердых бытовых отходов. Проведена посадка 17 тысяч деревьев и кустарников. В соответствии с правилами благоустройства территории, содержания и защиты зеленых наслаждений, сотрудниками отделов полиции совместно с санитарными службами проведена работа по выявлению административных правонарушений. Выдано 914 административных предписаний и предупреждений. Начислено штрафов на сумму 1 миллион 234 тысячи тенге. В то же время Аким области отметил низкую явку на субботники в ряде регионов. Кроме того, основная работа велась преимущественно на центральных улицах, упускались из виду окраины населенных пунктов и внутридворовые территории. Сейчас закладываем основу для того, чтобы весной быстро, после зимы привести в порядок наши населенные пункты. Состояние чистоты населенных пунктов является основой для того, чтобы у людей было хорошее настроение. В связи с этим Нурмухамбет Абдебеков поручил Акимам городов и районов продолжить проведение чистых четвергов, держать на постоянном контроле мероприятия по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов. Кроме того, обеспечить готовность спецтехники, подготовить материально-техническое обеспечение соответствующих служб к работе в зимний период. В современном мире религия занимает одно из основных мест в обществе. Аким города Нурлан Аубакиров поздравил всех с Днем Духовного Согласия. Уже в первый год существования Казахстана как суверенного государства в октябре 1992 года в Алматы под патронажем президента Назарбаева был проведен Первый Всемирный Конгресс Духовного Согласия. Конгресс собрал представителей различных конфессий, духовных школ, гуманитарных и общественных движений. В принятом манифесте участники Первого Конгресса призвали объявить 18 октября Днем Духовного Согласия, Днем Моратория на конфликты и столкновения, Днем Поиска примирения, Установление взаимопонимания между людьми, Днем Милосердия и помощи ближнему. Разрешите от всего сердца поздравить вас с наступающим Днем Духовного Согласия и пожелать всем мирного неба над головой. Духовная составляющая является одной из главных основ стабильного развития нашего общества. В обращении к участникам Четвертого Съезда лидеров мировых и традиционных религий говорится, что религия является одним из самых важных и влиятельных средств разрешения современных социальных проблем. Духовное единение людей разных культур и вероисповеданий является стратегическим фактором, обеспечивающим стабильность и устойчивое развитие как отдельных государств, так и крупных регионов мира. Сегодня религия призвана духовно объединить людей, вернуть их тем вечным ценностям, которые временно были утеряны. Действующее законодательство Республики Казахстан гарантирует реализацию прав граждан на свободу вероисповедания. Провозглашение Казахстана независимым позволило ему по-настоящему обеспечивать основные права граждан, в том числе и право на свободу совести и религии. Очень, конечно, радует нас, что Казахстан, именно Казахстан, является, как сказать, примером для всего мира, примером для всего мира, что, несмотря на сколько, 140 живут этносов в Казахстане и, сколько конфессии, не важно, и все они живут в согласии, в мире и согласии. Как отметил глава государства, выступая на конференции, посвященной десятилетию стратегии «Казахстан-2030», Казахстан сегодня выполняет функцию одного из важных международных центров межкультурного и межконфессионального диалога. Мы проводим съезды лидеров мировых и традиционных религий. И эта миссия Казахстана находит широкую поддержку со стороны других стран и международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций. Ануар Сидряхимов, Жасгапасов, Бахтяр Успанов, Первый Карагандийский. К другим новостям. Демографический скачок в Караганде. В областном перинатальном центре на свет появилась тройня. Две девочки и мальчик уверенно заявили о себе дружным криком. Правда, когда наша съемочная группа приехала с поздравлениями к маме тройняшек Лили и Юбовой, малыши спокойно созерцали мир. С чувством собственного достоинства Сабир, Мерике, Мухаден рассматривали своих гостей. Во всяком случае, нам именно так показалось. Имена им нашлись сразу. Назвали новорожденных в честь бабушки и дедушки. Средний рост у тройняшек по 48 сантиметров. Средний вес 2 килограмма 400 граммов. Очень хорошие параметры. В этом году в области зафиксирован первый случай рождения тройняшек. На данный момент чувствуют они все хорошо. Как и мамок, так и трое новорожденных деток. Учитывая, что полихориальная, полиамметическая двойня, поэтому она была взята в плановом порядке на кесарево сече. Семья Лили и Юбовой вмиг стала многодетной. Теперь у них шестеро детей. Две девочки и мальчик уже растут и ждут дома сестренок и братишку. Родителям очень хотелось для симметрии родить братика первому сыну. Получился дубль. Четыре дочки и два сына. Мелике пока в растерянности. Надо еще три кровати приобретать. И как уместиться всем вместе в двухкомнатной квартире – проблема. Правда, бабушка не унывает. Врачи считают, что это довольно редкий случай при естественном зарождении и развитии плода. Первый карагандинский желает семье и Юбовых много любви и счастья. Сергей Високосов, Улжас Габбасов, Арман Нартаев. Первый карагандинский. Детский мир играйка снова радует маленьких карагандинцев. На этот раз в честь своего дня рождения сотрудники магазина организовали для юных покупателей розыгрыш лотереи. Разыгрывалось очень много призов. Главный приз – детская машинка. На грандиозном празднике побывала и наша съемочная группа. Устраивать интересные праздники для детей стала хорошей традицией детского мира играйка. Сегодня карагандинскому филиалу исполнилось уже три года. За это время магазин завоевал доверие многих производителей отечественной игрушки и ведущих фабрик детских товаров других стран. В честь этого события сотрудниками был организован розыгрыш лотереи. Для участия в конкурсе лотерейные билеты выдавали покупателю при приобретении товара именно в детском магазине. Ежегодно мы устраиваем мероприятия по поводу дня рождения детского мира играйка. Мы устраиваем увлекательное шоу, дарим подарки, разыгрываем лотереи. Мы приглашаем детей, наших юных друзей в увлекательный мир детства, игрушек, приключений. Лотерея проходила среди присутствующих. Было много подарков, а самое главное в качестве джекпота разыгрывали детскую машинку, владельцем которой стала карагандинская семья Сагиевых. Вот посчастливилось, выиграли главный приз. Ему в сентябре месяце был день рождения. Мы хотели купить ему такую машину, но не получилось. А теперь мы очень довольны. Сегодня магазин «Играйка» предлагает широкий спектр товаров детского ассортимента. От качественных игрушек для малышей до подростковых велосипедов и спортивных мячей. По выгодным ценам можно приобрести именно в этом детском мире. К слову, работая на казахстанском рынке уже более 14 лет, магазин также создал обширную клиентскую базу. Да, мы постоянно приобретаем игрушки в «Играйке», но периодически пытаемся здесь покупать. Здесь игрушки очень качественные, мне очень они нравятся. Последний раз мы приобретали здесь люльку для своего племянника в честь подарка. Между тем, новый филиал детского мира «Играйка» появился и в Симиртау. Теперь и маленьким жителям города Металлургов можно будет приобрести игрушки в магазине, который находится по улице Димитрово, 74А. Это третий филиал детского мира «Играйка», который работает в нашем регионе. Мирамгуль Салхимбаева, Айден Жакан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Прошлые выходные для любителей спорта принесли немало спортивных событий. К сожалению, играя в гостях, футбольная команда «Шахтер» и хоккейная дружина «Сарарка» уступили с одинаковым счетом 3-1. Наших футболистов переиграли актюбинцы, а хоккеисты проиграли молоту при Камье. А вот боксер Геннадий Головкин отправил в нокаут Марку Антонио Рубио уже во втором раунде. 18 октября в США в городе Карсен в Стабхаб-центре воспитанник карагандинской школы бокса легендарный Геннадий Головкин одержал верх над мексиканским боксером Марку Антонио Рубио, забрав пояс временного чемпиона WBC. Как ранее заявлял Геннадий Головкин, бой пройдет в мексиканском стиле, где много бокса и битвы, где драма и шоу. До начала боя любители бокса разбились на два лагеря. Одни ставили на мексиканца, ссылаясь на опыты и солидные выступления боксера в 66 боях. Другие посчитали, что уровень соперника карагандинца невысок и предсказывали нашему бойцу быструю победу. Долгожданный поединок завершился нокаутом уже во втором раунде. О дальнейших планах карагандинского бойца поделилась главная болельщица Геннадия, его мама. Планы, конечно, у него встречаться с более такими сильными боксерами, чтобы уже всем доказать, что он сильнейший, потому что он готов всегда, но с ним не хотят. Не хотят встречаться самые-самые, как называется, сильные, хотя у него соперники и не очень слабые. Но после каждого боя с Геной, когда Гена побеждают, каждый раз говорят, что это был слабый. На сегодняшний день Геннадий Головкин по праву считается мировой звездой бокса. Совсем недавно он возглавил десятку самых захватывающих боксеров современности, опубликованные американским изданием Bleacher Report. Простой выходец из рабочей семьи вдохновил сердца не только миллионов любителей спорта, но и американских рэперов. Марио Руиз и Юмар Круз перед боем Геннадия презентовали клип под названием «Mexican Style». Первая детско-юношеская спортивная школа единоборств собрала более 80 молодых дзюдоистов из города Караганды, Балхаша, района Жанарки и поселка Курминка. Молодые спортсмены померились силами на татами. Дзюдо в нашем регионе развивается на должном уровне. На сегодняшний день воспитанники карагандинской школы борьбы достойно выступают на мировой арене. А ведь когда-то сегодняшние ведущие дзюдоисты Караганды и Казахстана начинали с таких соревнований. Соревнования проводятся в трех возрастных категориях. 98-99, 2001-2002, 2004-2002. Олжа занимается борьбой 5 лет, проживает в поселке Жумабек, а тренируется в Курминской средней школе. Соревнованием его готовил Бейбут Ансаров. Соревнования хорошие. Выигрываем. В будущем какие-то соревнования. В будущем. Главное выиграть область. У спортсменов только начался сезон соревнований. На следующей неделе уже будет проводиться международный турнир, который пройдет в городе Темуртау. Пожелаем удачи нашим юным дзюдоистам. Бигзат Аликайдаров, Кайрат Рашитов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Соболмстер. Редактор субтитров А.Семкин